Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» Я ее ведущий Валерий Седов Сегодня мы, как и всегда, обсудим сразу несколько тем, которые произошли на этой неделе Но начнем, как водится, со сводки происшествий За период с 1 мая по 9 мая на дорогах Рязанской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий В результате которых 2 человека погибли и 47 получили травмы различной степени тяжести В области зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам Инспекторы Дорожно-патрульной службы госавтоинспекции выявили более 55 тысяч нарушений по ДДРФ В том числе 62 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения 15 отказов от прохождения медицинского освидетельствования А также 11 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно Выявлено более 1000 нарушений, связанных с управлением тонированным автомобилем 93 нарушения совершили пешеходы Выявлено 27 нарушений, связанных с перевозкой детей А также 123 нарушений допустили водители грузовых автомобилей И 16 нарушений допустили водители автобусов 5 мая примерно в 9.33 в Пронском районе на 73-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин Автомобиль Lada Largus под управлением 31-летнего местного жителя По предварительной информации совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan Под управлением 62-летнего жителя Екатеринбурга В результате происшествия водитель автомобиля Lada Largus, а также его 46-летний пассажир Получили травмы и были госпитализированы Пассажир автомобиля Lada Largus, личность которого устанавливается от полученных травм Скончался на месте ДТП Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan и его 53-летняя пассажирка Также получили травмы и были госпитализированы Проводится проверка В Рязани вновь прошел профилактический рейд под названием «Тонировка» Как водится, нарушители ловили с привлечением нескольких экипажей ДПС на центральных улицах города Всего за апрель прошло 3 таких рейдовых мероприятия и выявлено 255 нарушений Но для сравнения, в рамках других мероприятий или на стационарных постах ДПС выявлено 3519 таких нарушителей Опущенные стекла водителя белой Тойоты не спасли Короткий разговор с инспектором ДПС Замер светопропускаемости Вердикт 4,1 4% при норме 70 Дабы избежать лишних вопросов, перед процедурой инспектор протирает стекло от пыли А сами измерения проводят не в одном, а в трех местах В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности По части 3.1 статьи 12.5 КОАП РФ Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей Нарушения предлагают устранить на месте, но штраф все равно заплатить придется Можно, кстати, нарушения на месте не устранять Тогда выдается требование За сутки тренировку нужно снять, после явиться в региональное ГИБДД И требование это, можно сказать, погасить Тогда и повторного штрафа можно избежать Повторное нарушение с непогашенным требованием Штраф от 2 до 4 тысяч рублей Или и того хуже Арест до 15 суток В Рязани такие прецеденты уже были Сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя Такие условия могут провоцировать повышенный риск дорожно-транспортного происшествия Особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения И уважительно относиться к другим участникам дорожного движения За одну только пятницу выявлено 103 нарушителя Но цифры могут еще возрасти Сотрудники госавтоинспекции обещают проводить профилактический рейд тонировка каждую неделю Открытие нового МФЦ – дело не то чтобы необычное, а скорее привычное Чего не скажешь про услуги, которую он оказывает Это практически полное сопровождение по линии ГИБДД Сейчас расскажем, где он работает и как туда можно записаться Теперь свой автомобиль можно привезти на смотровую площадку близ М5 Мола Там открылось новое подразделение Открыли его совместно – ГИБДД и МФЦ Теперь здесь можно как зарегистрировать транспортное средство, так и заменить водительские права К нам записывают по предварительной записи Берут талончик на определенный день, приходят к нам за 5 минут до начала Активируют талон по пин-коду, который им присваивается Потом вызывают сотрудник на регистрацию Мы проверяем пакет документов, это паспорт Потом ПТС, СТС нужно будет обязательно, диагностическая карта ОСАГО на нового собственника Мы заполняем договор купли-продажи, либо акт приема-передачи к договору Принимаем документы, потом отправляем к сотрудникам Он идет на осмотр После осмотра уже получают пакет своих документов То есть записываешься, например, через госуслуги Получаешь СМС-подтверждение и к нужному времени на площадку При осмотре транспортного средства большое внимание мы уделяем Чтобы маркировочное обозначение кузова, двигателя, номерные агрегаты все Чтобы не были незакрашены, чтобы они соответствовали требованиям Чтобы на маркировочном обозначении никаких было неизменений, не механических воздействий После осмотр номера двигателя Он должен быть идентичен тому, что на бумаге Если нет, то решение за сотрудником ГИБДД Если, например, модель та же, но номер не соответствует с документами То ничего страшного При осмотре инспектора, который осматривает транспортное средство Он вносит в заявление И мы автоматически уже вносим в документы, в ПТС и в свидетельство регистрации Новый МФЦ получил прописку в торговом центре М5МОЛ Площадка для осмотра авто снаружи, рядом со зданием Так что ходить далеко не надо МФЦ построен в первую очередь для жителей Забайкальской, поселков Дягилева и Элеватор Можно через МФЦ, либо к нам напрямую прийти записаться Либо по номеру телефона горячей линии Либо мои документы 62, сайт Заходите, регистрируйтесь График работы площадки со вторника по субботу включительно С 10 утра до 6 вечера Заявление оформит сотрудник МФЦ Госпошлину можно оплатить там же Далее осмотр Все детали можно уточнить по телефону 55 50 55 По нему же проходит запись В Рязани прошел конкурс под названием «Мьюит – это здорово» В нем приняли участие 20 команд из общеобразовательных школ города Победители будут отстаивать честь Рязани на региональных соревнованиях Следующие победители уже на всероссийских Кстати, такое уже бывало Рязанские команды отстаивали честь города на всероссийских соревнованиях На пьедестал не всходили уже давно Сейчас город крепко держится где-то в середине таблицы лидеров Однако остается надеяться, что в скором времени Рязанцы все-таки на пьедестал зайдут Команда готова? Да! На старт! Внимание! Марш! На этой мини-улице перед велосипедистами стоит непростая задача Проехать по своему маршруту быстрее всех И, что важнее, правильнее Не остановился на красный, не подал знак поворота, не спешился За все эти нарушения команде прилетит штраф Для школьников, конечно, не денежный, но на итоговом результате скажется Здесь отрабатываются практически навыки вождения на велосипеде Ситуация приближена к городской Ребята здесь, то есть, на реальном, так скажем, примере Показывают свои навыки после изучения теоретических, скажем так, основ правил дорожного движения Объезжают по соблюдению правил дорожного движения Объезжают по контрольным пунктам Зачтено! Дальше! Дальше! То есть, объезжают по контрольным пунктам У каждого ребенка свой индивидуальный маршрут для движения И, соответственно, сотрудники госавтоинспекции следят за выполнением И за каждое неправильное, скажем так, за нарушение правил дорожного движения Не подача сигналов рукой Либо несоблюдение дорожных знаков или очередность проездов Сотрудники госавтоинспекции начисляют штрафы Ну и, соответственно, на время, то есть, кто быстрее это все проедет То есть, реальные условия, светофоры и дорожные знаки Фигурное вождение велосипедистов по правилам дорожного движения Это один из этапов рязанского конкурса ЮИД Это здорово Сегодня в школе номер 69 проходят городские соревнования Юных инспекторов дорожного движения На которых ребята показывают свое мастерство В фигурном вождении велосипедов, знании правил дорожного движения В основах оказания первой медицинской помощи В конкурсе 20 команд по одной от школы В каждой по два мальчика и две девочки Делятся они по двум возрастам, старшие и младшие Задача простая – пройти все этапы лучше всех Здесь команды отвечают на медицинские вопросы В билете их пять, плюс один практический Например, найти в аптечке жгут, рассказать о правилах его наложения И показать применение на практике Справился? Плюс баллы Рядом компьютерный класс Здесь ребята сдают практически настоящий экзамен на знания ПДД Десять вопросов, четыре варианта ответа За неправильные только дополнительные очки не дают Вдх skeptичный хиле Как это весело Что мне Amen Вдх На данный момент Б kurр Не Что мне Мы, когда мы там либо же читали, что это вообще не так, что вы думаете, что мы делаем заболевание, но, и это всегда можно больше видео. Мы играем, и мы играем в этом видео. Субтитры делал DimaTorzok Дорогие ребята, у вас очень важная миссия. Вы помогаете своим ровесникам постичь правила дорожного движения. Победители Рязанского конкурса отправятся на региональные соревнования. После – всероссийские. Кстати, рязанские команды уже честь города отстаивали. Правда, призовые места не занимали давно. Пока держатся в середине таблицы. Но сейчас ребята готовятся усиленно и рассчитывают только на победу. Кстати, на городском зачете среди младшей категории победила 75-я школа. Среди старшей – 34-я. Теперь именно этим командам нужно показать класс на областных соревнованиях. Ну, а на этом у нас все. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok